Этих животных бросают, обижают, иногда даже калечат. Заботу и помощь не находят в этом частном приюте. Но личных средств хозяйки незначительной благотворительности едва хватает на содержание бездомных. Валентина с раннего детства привязана к животным. Когда была маленькой, то и дело приносила домой уличных котят и щенков. Это увлечение переросло в жизненное предназначение. Больных, искалеченных и брошенных женщина откармливает, отогревает и лечит. Естественно, тяжелый труд, как понимаете, потому что все думают, что здесь действительно розовое облачко принесли, кинули своих деток и ушли. Труд ежедневный, ежечасный. Помогают волонтеры, приезжают с уборками, руками нужна помощь. Но трудности, конечно, и в питании, и в лечении. Приют обеспечил крышей над головой около 30 собак и 20 кошек. Ежедневно в строю четырехлапых прибывает. Но особенно в помощи любви нуждаются пострадавшие под колесами автомобиля и от жестоких рук человека трехлапые умка, бим и марсик. Соня восстанавливается после тяжелой операции и очень нуждается в поддержке и медикаментах. Попала под машину собачка и получилось сделать перелом со смещением, поэтому вставлены штифы. Сейчас она идет пока на уколчиках, на обработках, потом заново будем снимать штифы. Кроме еды и медикаментов, животным нужны оборудованные вольеры и изолятор для приболевших. Самых маленьких щенков нашли в карьере после жестокого убийства матери. В нашем присутствии один из малышей обрел новых хозяев. Сейчас будем обрабатываться и купаться. Бонни уже четыре, он один из немногих породистых в приюте. После тяжелой утраты трех московских сторожевых друзья подарили похожего щенка хозяйке для утешения. А дик уже совсем престарелый, только недавно оправился после страшной аварии. Валентина обычно справляется сама с хозяйством, но два раза в неделю на помощь приходят волонтеры. Просто я их очень люблю, очень люблю, понимаете, я не представляю, как я без них буду. У нас был перерыв с Валей, я очень скучала за ними. Боню я знаю, что такое, я всех их знаю. Надо делать карантин, прививки надо делать, лекарств очень много идет, очень много. Узнать, где находится приют, вы можете в нашей редакции по телефону. Его вы видите на своих экранах. Даже без четвертой лапы и благородной породы, каждое бездомное животное заслуживает стать домашним любимцем. Инна Даньшина, Александр Бондаренко, Первогородской. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!